Глажу сейчас Антохи рубашку, а у нас тут и снег, видите, а я ждала весну, а пришла зима. Антохи, сегодня какая-то контроль на этом, ну по математике или по русскому, ну еще литература есть, да, еще или по литературе может быть, да, нам сказали просто самостоятельно, это, ну самостоятельно надо это сделать, самостоятельная работа будет? Вот так вот она за окном, ой, извините, класс, мы хотели снега, но не в марте. Привет, делать будем вакуум, я опять возобновила, уже несколько дней делаю и прям чувствую, что это круто, сейчас будем делать. Больше нам нуждаются помощи, в наших своих силах остановить развитие болезни и спасти мальчика. Для этого достаточно отправить персоной с особым добро на номер 5541 и потратить 75 рублей. Если мы соберем 6 миллионов 400 тысяч, мы не пойдем за обследование и операцию, он не любит, понимаете, мы знаем, как мы, он очень хочет. Так, а сейчас нужно теперь выпить стакан воды, теплой обязательно. Я прям немного с чайника наливаю и потом холодное я разбавляю, чтобы была теплая, а не горячая. Вот, и теперь холодный. Все, пьем. Все, прошло примерно 20 минут, я завтракаю. Не бужу Гришку, хочу позавтракать в одиночестве. Сделала себе тосты. Теперь на этом горячем хлебе сейчас растает немного масла. Это будет очень вкусно. Йогурт, который Афоне не доел. Ну, вернее, это творог с махеевским джемом и кофе с молоком. Все, всем доброго, приятного утра. Вот этот человек захотел гренки. И обещал мне, что мы сегодня подстрижемся. Я не обещала, но говорю, может быть... Нет, ты сказала, я выучу уроки, мы поедем подстригаться. Нет. Нет. В следующий раз буду все твои слова записывать на видео. На диктофон запишу. Да? Хорошо. Жарю Гришке гренки. Все-таки эти яйца, которые... Вот они желтенькие, они желтенькие. Они прям очень желтенькие. Вот эти, которые лето. Они прям, правда, желтые. Так круто. Развешиваю сейчас белье. Естественно, не на улице, а на батарее просто все раскидываю. Пока болтала с мамой, все разложила по местам. То, что уже постирано. В общем, здорово. Два в одном. Совмещаю приятное с полезным. И мама мне звонит и сразу говорит, с Новым Годом. Зимой такого не было снега, как сейчас. До сих пор идет. Ну что, тельфанчики завяли почти. И это значит, что пришло время готовить борщ. Сегодня у нас борщ. Борщ будет? Я сейчас не поняла, что там за движение. А там столбы у нас убирают. Ждали хорошей погоды специально, ребята. Что-то теперь вытягивает столбы. Посмотрим. Сна была, их никто не вытягивал. Я не знаю, может быть, нужно подождать, пока там земля, да? Ну, как это будет влажная, но, короче. Хотите разбить дорогу? У нас на хуторе. Я в шоке. Гляньте, какая орхидея. Радует электриков, наверное. Никогда не видела, чтобы люди залазили. Ну, я знала, что тогда по столбам. Гляньте, как клево. Григорий пылесосит. Гриша. Пойди посмотри, как там электрики на столб залазят. Что, сейчас все вырвут? Надеюсь, что... Да нет, они там старый столб достают. И прям на столб. Там у Афони в окно видно хорошо. Видишь? Видимо, как там лазит этот на столб? Да, да, видим. Раз ремень облокачивается назад, а ременью одеждают. Тянули, да? Чтобы нам сейчас забор это не... Да нет, видишь, все нормально. Уложат теперь столб. Смотрите, я сейчас готовлю борщ, режу свеклу. И нож такой заточенный. Сижу, я подточил. Вот этот самый первый нож. Мне на 8 марта положили в пакетик. Ну, там было еще что-то. Ну, вот такую вот точилку. Могу сказать, она очень крутая. Для ножей, для ножниц. И она так клево наточила ножи. Вернее, мой муж наточил ей ножи. И очень хорошо, очень хорошо режет. И не надо никуда ему идти. То есть, он сидя в тепле, то, если честно, у нас была похожая. Но мы ее выкинули. Потому что мне казалось, что наточили. Мой муж наточит так круто. Но вот эта точилка круто наточила. Поэтому стоит, я так думаю, не очень дорого. Поэтому она вообще здоровская. Если у вас есть такие точилки в хозяйственных магазинах, очень удобно ее держать. В общем, очень интересная вещь. Полезная. Итак, я готовлю борщ. Антоха уже приехал. Делаю сегодня поджарку. Мама, сегодня подстоятельно не писали. Здесь картошка уже варится. А почему? Я сегодня же пицца на воде. А, да? Ну, а как вообще день прошел? У Антохи сегодня три урока. Он уже в один от часов дома, да? Папа, у тебя тоже? Сейчас будем обедать. Борщ готов. Осталась еще капуста и вчерашние огурцы. Я сделала салат. Бананы и яблоки. Все. Сижу, мне помог отделить мясо от кости. Красиво? Пока, сынок. 15.45. Хоть бы не забыть. Хоть бы не забыть Гришку забрать. Я, знаете, завела на будильнике. 15.35. Чтобы успеть выехать, приехать забрать его. Иначе я бы так забыла, мне кажется. Ну что, мне уже прислали ответ за гран... В общем, МВД этого России, что мне нужно на другие фотографии. Я вот сейчас переделала фотографии. Прям заморочилась. И, честно, не думала, что нужно так заморачиваться. Но нужно заморачиваться. Переделала. Сделала нормальные фотки, обычные самые. Так, я сейчас буду работать. Делать пряники. А пока у меня чашка кофе с молоком. И вот вкусняшка. Это вкуснючий творог. И персиковая, абрикосовая. Махеев джем. В общем, супер. Потому что здесь такие крупные кусочки. Скорее всего, не знаю, написано, что персика. Ну, фиг его знаете. Знаете, и кабачок могут положить. Ну, в общем, в любом случае, это вкусно. Сейчас бы дельник зазвенел. Я уже за Гришкой приехала. Напекла там немного пряников. Совсем чуть-чуть. Сейчас жду Гришку. Хочу его отвезти подстричься. Потому что вид у него не самый привлекательный. История. Ну, как Гриш? Так и оставлять? Мама, если я поверну, там будет лысо. Да что оно будет лысо? А ну вот, ты же видишь. Все как есть. Такое сзади и спереди все. А мы все на все. Я же чувствую. Покажись хоть. Ну, покажись. Ну, покажись. Ну, тебе самому нравится, скажи. Нет. Челка есть. Челка тебе не нравится? Ну, ты пойди ее сейчас расскажи. Тиши, как тебе нравится. Нет. Я сейчас пойду ее намочу ее. Ну, намочи. А мне нравится так. Посмотри на меня. Ну, посмотри. Зая, что это? Что это, сынок? Сына, а что с ними делать? Надо дуть. Когда вода закончится, надо наливать. Да? Да. Я же дам на пиле только. Ну, давай, дуй. Покажи. Ну, это уже перебор, сынок. Наташа тут уже с руки дует, побери. Ух ты, класс. А этот уже в ванну собрался. А я же в руки. А я... Вау! Смотри, как я дулюсь. Как ты дуешь? Надо пасать. Вообще, надо вот так. Ну, что, беляшики. Кого-то они, конечно, посмешили. Вот такие вот беляшики, заготовочки готовы. Это для комплиментов гостям на годик. И это отдельный заказ. Такая прекрасная зайка для букета. Вкусного, сладкого, нежного букетика. Тут что-то происходит. Если нет компьютера, то... Что происходит? Это я, мам! Что? Сядь будет. Ой, Зая, я так боюсь. Папа, мам, мам! А я... У меня сто раз в животном дом! Да? И я сейчас... Я буду... Один. Да. Ужас, ужас. Так, дети, это не смешно. Пожалуйста, так не нужно делать, потому что я переживаю за этот крючок. Антош, не надо. Она же уже падала один раз. Не падала. Давайте это. А это что такое? Не знаю. Это Гриша сапону строили и схламали. Обалдеть. Выхожу я такая за Гришкой, а здесь туман. Ну, сейчас поеду за Гришкой забирать. Обалдеть. Ой, пара за рта. Походу, у нас мороз. Да уж, вот она весна. Минус два на градуснике. В автомобиле туман. Очень сильный. Ну, такой сильный. Поэтому еду потихоньку по кочечкам, по своим любимым. Как это приятно. Гляньте. Гриша читает сказку. Ну что, комплименты готовы. Осталось их только упаковать, как только все высохнет. Посмотрите, какая красота. Золотишко блестит. Все как положено. Сток от золота. Одиннадцать золотых корон. Такие вот комплименты гостям. И топпер уже на палочке. Все красиво. Завтра будем паковать. С красивыми ленточками. С бантиками. Посмотрите на этого хитрюку. Они закрылись от него. Он говорит, они же не знают, что у меня есть ложка. Вот и все. А ну-ка еще пробуй. Нет, еще нажимай. А, еще крутить надо, да? Нет, а ну открывай. Они просто держат. Да? Да, нет. Да. Напробуй сейчас. Летки, летки, летки. Прятки, что ли, играет? Мама, мама. Назал мамочка. Нази бежаю. Мама. Пово. Я sponsorship. Мама.